Резерве время. Это, прямо-таки, скажем, имперская классика-классик, а взять его никто не позволяет, потому что, наверное, изучали все-таки с стратой команды Empire, безусловно, это все читается, но сам факт, что Шейкер не залетал в пике Empire уже тысячу лет, а если и залетал... Да нет, кстати, никаких если, никуда он не залетал, Empire остается без Шейкера уже с начала International. Team Empire забрали Шейкера первым, потом забрали SF'а. Resolution, как я понимаю, будет играть у нас на SF'е, вряд ли Silent'у он достанется. Ну и есть вариант, я думаю, Silent'у еще какого-то Интовика взять в роли Керри, или, например, это будет Лина, или это будет Шторм Спирит. Тоже, я смотрю, популярная история стала для Team Empire. Ну и со стороны команды ЕГЭ, Queen of Pain, залетает в пик от ЕГЭ, никаких сумма иловых Шторм Спиритов, как я понимаю. Ну и Баунти Хантер тоже от команды ЕГЭ, я смотрю, что Evil Geniuses, да, стали заложниками современной Меты. Шторм Спирит от Team Empire. Вот все-таки кто появляется в пике, ну, то, о чем я говорил, либо это будет Шторм Спирит, либо это будет Лина для Silent'а. Йокус Шейкер, Shadow Fiend, это Resolution, Шторм Спирит, это Silent, скорее всего. Ну и осталось для Лохи забрать героя и для Always on a Flyer. А так, в общем-то, основные роли разобраны уже у команды Empire. А с саппортами можно там поиграться, в общем-то. Баунти Хантер появляется в пике Evil Geniuses, скорее всего, как саппорт. Уже отошли в никуда эти Баунти Хантеры, которые могли бы стоять на сложной линии, зарабатывая там левел, а потом ходить наказывать. Ничего такого. ЕГЭ забрали Баунти Хантера, я почти уверен, как и все современные команды на Интернешнле под номером 5. Как Ходячий Вард, как Саппорт, ну и просто надоедливая дрянь. Винтерн Виверн от команды ЕГЭм. Даже без него. Тузка не забанили, кстати. Ну, так надо забирать тогда Тузка. С Шейкером это вообще самое оно. ЕГЭ как-то забанили более основательных ребят. Фантом Лансер, здесь и Герокоптер. Я думаю, что Тузк самое оно для команды Эмпайр по данному пику. С Шейкером подкатиться, никаких даггеров. Бей-беги. Дазл в Пик Тим Эмпайр. Тоже достаточно неплохо. Ну и Тузк, наверное. И не знаю, почему его не забрать. Если его не забрать, сейчас заберут его ЕГЭ. С другой стороны, Дазл тоже дофига полезная штука. И в вопросах, например, со Шторм Спиритом, который не всегда успевает вылезти из передряги какой-нибудь. Дазл более чем полезен. Бросил на него Шалу Грейв. Шторм Спирит отлетел на безопасное расстояние. И давай там фантиться. Ну и Тим Эмпайр, в принципе, против... Квапы. А, против Квапы там будет сутки СФ. Антимаг от ЕГЭ. Вот он, герой для Фира. Антимаг от команды Evil Geniuses. Ну, классическая схема. Антимаг, Квапа, Винтерн Виверн. Тут дамаги будет очень много. Хотя и законтрить антимага тоже можно, в принципе, беспроблемно. Если ранняя агрессия начнется от команды ЕГЭ, на шестом левеле, например, Шторм Спирит с антимагом разговор имеет короткий. Достаточно. СФ тоже и Шейкер тоже в общей этой связке антимага, в принципе, сносят. Но подальше, конечно, поближе к Лейте, антимаг, естественно, места живого не останет. Ни на Шейкере, ни на Дазле, это тем более. Так что, конечно, если пораньше сагрессировать, то команда Эмпайр имеет вариант закончить эту игру еще до раскрытия талантов Фира. Бейн отлетает в баню. Ну, пятый мод Эвил Джинниус, а с Дарк Сир, соответственно, от Тим Эмпайр отскочил. Ай, ну и ЕГЭ. Антимаг будет фармить бонтихантер в интернер Виверн 2 саппорта, квинов в пейн в мидлейн, и оффлейн нужен команде ЕГЭ. Клокверк, в принципе, мог бы зайти, наверное, разбивать всю эту страту общую. Хотя Клокверк не приоритетный парень здесь, но... Может, Тайдхантер мог бы тоже заскочить, повозить в себя дамагу. Найт Сталкер от Тим Эмпайр. Ого! Герой для Санейка, как я понимаю. Ох, Санейка, у меня уже... Все перемешалось, смешались в кучу кони-люди. Второй матч Эмпайр сегодня, матч Виртуз Про здесь был, я Виртуз Про Эмпайрами называл. А теперь я Нави, который у нас начинали игровой день, уже спроецировал на Тим Эмпайр. И Найт Сталкер, естественно, я думаю, для Алоха Дэнса в данном случае. ЕГЭ добирают пятого героя, это оффлейнер, и пока что непонятно кто. Возможно, Тайдхантер, возможно, Магнус. Мог бы быть, а мог бы быть и Туск в конце-то концов. Как-то забыли, у него Винтерн Виверн в пике есть, а Туска нет. Что за чудо такое? Энигма от ЕГЭ. Кто вообще здесь СНГ-коллектив? Что за жестяк такой? Энигму забирает ЕГЭ, антимага забирает ЕГЭ. Как будто мы попали в хороший, действительно, профессиональный паб. Ну, крутотень, конечно, ожидает нас 100%, либо с одной стороны, либо с другой, как у кого попрет. Алоха Дэнс будет играть на Найт Сталкере, Олесуна Флайт от Даззл, Шторм Спирит, это Сайлент. Шадоу Финт от Резолюшн, и Шейкер от Йоркл. Ну и Энигма от Ауи у нас, как я понимаю, антимаг будет играть на Фире, ППД играет на Винтерн Виверн, Юниверс, Баунти Хантер и Сумаил на Квапе. Ну, по пику, конечно, у команды ЕГЭ очень хорошая комбинация массовая. Если зайдет, все, классно. И сейв есть, и вижен есть постоянно, это Юниверс, дотошный Баунти Хантер, который постоянно где-то рядом, и хочется оглядываться непонятно, кто там, где, кто наступает на ноги. Ауи забирает себе Энигму, и, я так понимаю, лес команды ЕГЭ занят будет именно им. Солнце в глаза, Резолюшн. Ладно, ладно, ладно. Ну и со стороны команды Эмпайр, в принципе, понятно, кто куда будет направляться. ССФ от Резолюшна, Мидлейн. Шторм Спирит. Который еще, кстати, и не появился. Инвизный у нас Шторм Спирит. Сайлент. Легкая линия фарма. Лисуна Флай, Алуха Дэнс. Не знаю, либо румить, либо стоять рядом с Сайлентом. Тоже, в принципе, классическая схема. И Шейкер, конечно же, для Йоку. Наконец-то увидим, как Йоку отыгрывает на Шейкер. А то, что это? Везде поиграл на всех турнирах, а на Ти-5 никак не выходит. Ну, и не пускают просто. Понятно, в принципе, почему. Ну, и не пускают. Ну, и не пускают. Ну, и, как же. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Он постоянно проявляет агрессию, он постоянно давит на своих соперников, ну и без печали абсолютно никогда ничего не боится, ну это в принципе отражается на стиле игры, и немногие на самом деле вывозят такой вот стиль игры. Резолюшн на такой герой получился, который резолюшн и сам мастер поагрессировать, но резолюшн на такой герой, что здесь либо кайлы зайдут, например, либо дамаги будет много с руки, и тогда можно будет отвечать хотя бы обычным физдэмэджем, но у эсэфа не так-то просто набить дамагу со старта, тем более против задолбавшей квапуни. Отпевается резолюшн, придется опять гонять курьера туда и обратно, а Шторм Спирит от Сайлента приобретает себе ПТ, есть уже курьер дайеров, развалился, Йоку! Что такое вообще, как это возможно было? Йоку пришел, курьера убил. Йоку! Никакой не Саппорт, не Алоха Дэнс, не Always On A Fly, Йоку это сделал. Надоело ему стоять на сложной линии, дела там не алло идут у него, 6 крипов всего лишь за 5 минут. Пошел убил курьера, а почему бы и нет? Хаста, если не ошибаюсь, была у Йоку? Да, так и было. Хаста была, пробежал мимо. Как раз вот весьма кстати было это. Уже есть Блэк Холл у Ауи 2000. Шестой левел очень быстро пришел к Энигме. На пятой минуте шестой левел. Слишком до хрена вообще. Ну и Ауи, я думаю, не заставит себя ждать по вопросам проюзывания этого самого Блэк Холла. Сразу же прокачал, понятно, что где-то если будет замес, Ауи ворваться туда должен чуть ли не первым. Опять траблы у СФа, но СФ на этот раз в лесу у нас проседает по ХП. Always on a Fly отправляется против Сумаила постоять. Не думаю, что хорошее решение. У Квапы 7 левел. У Always on a Fly третий только левел. Если Квапа доберется до Флая, то Флай конечно же отъедет. Резолюшн опять. Курьера изюзать. Постоянно пополнять Боттл. Ну, очень неприятная жизнь. Ну и посмотрите, как сильно мидлейн Квапой выигрывается в вопросах левела. Хотя Резолюшн почти седьмого левела. Слушайте, не так уж и жестоко все. На миде Резолюшн не стоит, но у него есть варианты. Так, Блэк Холл пошел Атауи 2000. Какая красота. Йоку поймали, Йоку развалили. 2-0 становится счет. ЕГЭм повели. И уже более-менее уверенно. 320 голды, 270 экспириенсов. Прилетает СФу в Power Threads. Ну, теперь хоть ХП побольше будет у Shadow Fender. Можно будет постоять на линии чуть более-менее уверенно. Юниверс видит Резолюшн. В принципе, сейчас ПАПа, по идее, должна сюда смещаться. Я думаю, что Сумаил из тех, кто не потратит, не потеряет шанс кого-то одного поймать. Юниверс имеет представление, где находится Резолюшн. На мидлейн Юниверс будет выходить. Ждем, у Сумаила есть Sonic Wave. У него есть Scream of Pain 4-го левела. Поэтому ворваться, наорать на Резолюшн не проблема. Ну, ушел бы только у нас Юниверс. 29 уже Некромастре здесь. Кстати, очень даже неплохо. Сейчас промахшетной будет Некромастре. И СФ свою дамагу вывезет. Это уже неплохо, действительно. 36 максимум. Ну и сейчас Резолюшн, по идее, практически максимальное количество душ имеет. 71 плюс 68. Дэмэджа много, гораздо больше, чем у Квапы. Конечно, Рассказ-то не такие мощные, как у Фминов Пейн. Но при этом с руки Резолюшн напилить можно. Хедресс уже готова для Риза. Где там Йоку в это время? Куда он пропадает? Йоку гуляющий такой элемент. 12 крипов всего убил. Один раз умер. Ну, рецепт на Сулринг есть. На танквилы себе насобирал. Всего по чуть-чуть. Понемножку. Умереть успел. Испробовал на вкус. Блэк Холлауи. Молодец. Активное участие принимает в жизни команды. Шторм Спирит от Сайлента. Уже готов Солринг. 250 голды есть. У Шторма. И Сайлент еще и Батлу здесь имеет. Туда-сюда ее в Курьере, как Резолюшн. По идее, гоняет. Резолюшн от 460 после появления Хедрески. Ну и давайте пройдемся по команде ЕГЭ. Сумаил на Квапе. Войд Стоун куплен. Первым артефактом будет появляться здесь Юл из серьезных артефактов. Конечно же, у Ауи уже почти готова Мека. Как это возможно вообще? Что Ауи творит по фарму? 3400 у Ауи. Ну, в принципе, это не так уж и жестко идет. Ну, раз, уже Мека готова на девятой минуте. У Энигмы восьмой, почти девятый левел. Как-то многовато. Или может и я просто немножко сонный. Нехорошо ощущаю время. Кажется мне, что как-то сильно быстро все прошло. Ауи под смоком. Ауи под смоком. Ауи не догоняет. Отрезает Алоха Дэнса. Миднайт Пульс по нему. И Алоху, скорее всего, здесь оставят. Естественно, с Мелли Фейсом все это было Сайлент. Прямо в Блэк Холл. Реально. Сумаил далековато отсюда. До Сумаила не дотягивается у нас ультажа Дуфинда. Ауи должны забирать Эмпайр. Ну, Артик Бернер Тепиди. В принципе, можно и подраться. Еще здесь. Ну и вот Резолюшн пошел мстить Сумаилу. Иди сюда, Малой. Иди сюда. Я с тобой не договорил еще. Баклер появляется у Резолюшна. Есть у него хедреска. Ну и команда Эмпайр двоих игроков ЕГ забирают. 850 по голде. Ну и ЕГ выигрывали почти 2000. Сейчас полторы по экспириенсу за 3,5. Перешагнули графики. Теперь 2,5. ППД немножко осадили. Соларинг приобретает ППД. Как там Ауи поживает? У него 550 на руках. Совсем чуть-чуть. 350 по голде остается до появления Мекки. Как там Мекка у СФа? У Резолюшна уже, в принципе, сейчас будет лететь Мекка. Это хорошо для команды Эмпайра. Они готовы теперь драться, мне кажется, в полномасштабном каком-то варианте. У Йоку 450 на руках. До даггера сами, в принципе, посчитайте. Тапок есть. Соларинг есть. У Шейкера все, что надо. Йоку этот даггер приобрести. Потом уже все остальное. Алоха Дэнс на Найт Сталкере. Ну, фармит крипов в лесу. В принципе, пока Алохе делать нечего. Юниверс в это время шестой, почти седьмой даже левел. Артефактам ничего интересного. Бутсов Спид и все. Ну, 13 крипов. Откуда вообще интересные вещи у Юниверса. Ну, эфир. Двенадцатая минута. У него есть Ринг оф Хеллс. Есть Клеймор. Ну, и пока больше ничего. Не так уж и жестко эфир себя ведет. 5000 у него. Нетворс у Резолюшена. 5300 у Сайлента. 5270. Тоже почти 5300. Ну, и ровно идут, на самом деле. Начиная от Фира до Резолюшена. 4 первых места. На пятом Ауи. Ну, и от него уже плотнейшее отставание. Йоку. Ну, зато Йоку, посмотрите, пожестче будет, чем Юниверс. У Йоку 2600, а у Юниверса 200. Молодчака. По золоту ЕГЭ выигрывает всего лишь 1000. Так, там Алоха Дэнса убивают. Убивают на нижнем лайне. Почему нельзя дабл кликать? Можно, да? Что ж я-то так туплю-то. Странно. Все время прокликиваю по иконке персонажа на верху экрана и не переключаются. Важные файты не могу никак ворваться. Ауи уже с Меккой. В принципе, как для саппорта, все просто великолепно. У Энигмы фарма тоже все хорошо. Обгоняет оффлейнера командой Пайп, да и своего оффлейнера тоже обгоняет. В это время Империя забирает Тауэр на топлейнер. Резолюшн с ДД. Если бы кто подошел подраться, было бы интересно. Но пока никого здесь нет. Угр Клаб есть у Резолюшна. Скорее всего, Блэкинг Барр будет собираться против... Против Энигмы, в принципе, против... Против Мэлифейса, против Квапы с ее криками. Да и Винтерн Вивер тоже. Достаточно неприятная вещь. Сайлент. Есть у него Сол Ринк, есть у него Пойнт Бустер. 1400 по голде на руках. В принципе, достаточно рано должен был от Стон появиться. Сайлент не долетел немножко до ППД. Ловят Юниверса. Юниверса разваливают. Келлинг Спериод Резолюшна. Сэф начинает отжигать. Первое место Резолюшна. Сумейлуп. На пятки ему наступает. У него уже есть Юл. И по голде он остается совсем немножко от Резолюшна. Ну, от Мидлейнера команды Эмпайр Тавер. В плюсе. Сумейлу Тавер не отдали. Заденайт Резолюшн должен. Нормально. Вот это я понимаю. На уровне, пацан. Убил Тавер на Мидлейне. Вражеский пришел вниз на свой Тавер. Заденайл свой. Сейчас надо полететь, я не знаю, куда-нибудь сюда. Заденайть свой. Потом сюда добить чужой. Ну, желательно вот это добить, конечно. Это было бы прям вообще великолепно. Так, это что такое тут? Это как вообще называется? Да. Понятно. Юниверс. Приобрел себе наконец-то Аркан Буцы. Хотя бы до каких-то артефактов созрел. У ППД. Понятно, что ситуация печальная. Баунти Хантер печальная. Энигма. 500 голды после Мекки. Антимаг. Уже... Уже умирает Антимаг. Антимаг уже закончился. На данный момент Сайлент вместе с Алохаденцей... Алохаденсом, точнее, развалили Антимага. 607 по голде. Заработали. Очень даже полезный фраг. Потому что таким вот образом отложили покупку Баттл Фьюри. Ну, еще минуты, наверное, на 3 фира. Чем позже появится Баттл Фьюри, тем меньше будет динамика развития экономического у фира. А это, естественно, на руку Тим Эмпайр. 2.300 на руках у Сайлента уже. В принципе, Солл Бустер уже готов. Поэтому надо просто приобрести себе рецепт на Бладстоун. Ну, и Бладстоун появится где-то минуте, наверное, к 16. К ее завершению, скорее. Есть уже Митрил Хаммер у Shadow of Hyundai. Есть у Греклаб. Так что всего лишь 1000 отделяет резолюшена от покупки Блэк Кинг Бара. Empire по Гладеву игрывают теперь 500 или где-то 600 по Экспириенсу, проигрывают 2000. Но посмотрите, что было по золоту у Empire. 2000 они проигрывали, теперь сами уже в плюсе. Команда ЕГЭ подостановилась. Еще раз напомню, Empire играет против номинального фаворита не только этого матча, не только этой группы, но целого турнира. Турнира на 17 с лишним. Лишнее. Это лишнее 600 тысяч. 17 миллионов 600 тысяч долларов. Какой турнир? ЕГЭ считается одним из фаворитов данного турнира. Лохаденс приплыл, подменает пульсом. Там с ним быстренько разобрались. Через Артик Берн не дали вообще выйти. Им или Фейс, по-моему, да? Зарядили в него. Наверное. Кто знает. Йоку приобретает себе даггер. Вот это уже повеселее немножечко у Йоку. Есть даггер, есть Транквил Буци, есть Сол Ринг. Поэтому экшен можно начать. Что тут под Йоку? Под его даггер есть. Пополезней. Реквием оф Сол. Резолюшн. Все это под БКБ. Ну, наверное, да. Наверное, да. Плюс Шторм Спирит с готовым Бладстоуном. Ну, все, Эмпайр закупились так, как надо. Эмпайрам надо идти и просто-напросто реализовывать эту комбинацию. Чуть не сказал, надо просто идти и заканчивать все это. Нет, конечно, заканчивать очень рано. А вот подраться было бы неплохо. Поймали Сайлент, а ульта Винтер Виверны. Сайлентом моментально зажгли. Пепидит забирает этот фраг. Фир в никуда отправил Мановоид. И не убил, и не заработал фраг. И только потратил скил. На самом деле, вряд ли уходил отсюда Сумаил. О, Сумаил Шторм Спирит. У Сумаила тоже экономически дела идут круто. Он отстает от резолюшна плотника, конечно. Но вот Шторм Спирита обгоняет где-то на 300. Это при том, что у нас Шторм Спирит легкую фармил. А Сумаилу приходилось стоять против резолюшна. Против СФ, который поначалу хоть и терпел, но потом чуть поближе к данному времени стал достаточно опасным. С четвертыми кайлами, с нормальным количеством дэмэджа, с СФ просто так не поговоришь. Ну и смотрите, сколько Сайлент подарил своим оппонентам. 600 выигрывали игроки команды Эмпайр, теперь 500 проигрывают. И по экспириенсу полторы тысячи. Ну и Эмпайр в данный момент времени, мне кажется, сильны в масс-файте, пока артефакты есть, важны и нужны. Тот же Шторм Спирит с Бладстоуном мог бы ворваться куда-то. У СФа Requiem of Soul под БКБ, почему бы и нет. Ну и Шейкер по-прежнему. Таггер не реализовал. Дабл дэмэдж у резолюшна, и Шторм Спирит забирает баунтиру. Универса не видит Шторм, ну даже если бы и видел, и что теперь? Ребята, он здесь стоит, фармит, и Сайвер такой, я вижу как бы, да, я стою, фармлю, и что? Живите теперь с этим. У Ауи 2.300 на руках. Кстати, Даггер уже мог бы приобрести себя Ауи 2.000. Ну непонятно, будет это БКБ или это будет Даггер от Энигма. Вроде пошел в Секрет Шоп, поэтому скорее всего Даггер. Вообще пока ничего не приобретает Энигма. Ну и команда Эмпайр подпушивает Т2. А Энигма по-прежнему 2.400 на руках. А Эмпайр подпушивают и забирают Т2. А Энигма с 2.400 на руках. А Эмпайр спушили Тауэр. А Энигма с полутора кусками на руках купил себе Огрклаб. Вот такой вот Ауи 2.000 решил более-менее сейвово сыграть. Лучше Тауэр пошел по сейвил. Тысячу по голде Эвил Джинниусс 5 по экспириенсу ЕГЭ. Где они берут эту экспу? Какие опытные, да? Давайте посмотрим по левелам. 14-й Сумаил, 13-й Резолюшн, 13-й Фир, 12-й Сайлент, 11-й Ауи, 9-й Йокуп. Понятно, понятно, откуда левел. Откуда, точнее, такое превосходство по экспириенсу ЕГЭ. У Резолюшн, БКБ уже готов. Мека есть, есть ПТ. В принципе, по статам все хорошо у Резолюшн. Главное, чтобы хоть кто-то контролил команду ЕГЭ, когда он будет кастовать Реквейм Оф Сол. Резолюшн начинает подпушивать под Т2. Сайлент зашел вообще за Тауэр и стоит, ждет, когда кто-то на него выйдет. ППД готов на него выйти. Энигма не готов, у Энигмы Даггера нет. Сайлент, в принципе, отсюда улетает. Ульта пошла от Виверны на Сайлента. Стерли просто в мгновение Оф. Сумаил еще и наорал. Алоха Дэн, Сайлент пошел по Сумаилу. И в это время Тауэр Эмпайр спушили. Последний внешний на топ-лейне. Как-то быстровато Эмпайр Агрессию. Начали проявлять вроде пассивно-пассивно-пассивно-пассивно. Четыре килла всего сделали. И при этом пять Тауэров спушили. Непорядок. По такой логике ЕГЭ должны были восемь Тауэров спушить. Сайлент веселый, довольный. Слил Бладстоун с восьмерки на пятерку. Класс. Смеется, радуется. Шторм Спирита вообще никогда ничего не печалит. Один из самых позитивных героев в Доте. Одной из самых депрессивных в мире игр. ЕГЭ теряют свое преимущество по золоту. Где-то до пятиста его сокращают Эмпайр. И по экспириенсу тоже ЕГЭ начинают немножко проваливать. Ну и забирают Рошана без проблем. В принципе ЕГЭ. Рядом, конечно, был Шторм. Но чтобы так кого-то зацепить или побежать, чтобы красть Аэгу, не в том положении был Сайлент. Маловато было маны. И залетать смысла не было. За Фир, за Сайлентом. И ультить, наверное, будет Фир прямо в Сайлента. Лоу-хпшный Сайлент. На него ульту повесило в Сунафлай. И Сайлент должен отсюда убегать. Все, выхилили Сайлента. Рановато ульту придумал антимаг запускать. Фир верил, что уже сейчас может закончить данный матч. Не данный матч, точнее, данный файт. Конечно же. У Фира после Battle Fury появляется Яша. Антимаг тут по фарму на втором месте. Уступает только Резолюшену. Но СФ в 23-й минуте обыкновенно больше всех и фармит. Тут его вообще можно со счетов сбросить. Читать, начиная со второго места. Потому что первое, понятно, будет за кем. Но это пока что. Фир, в принципе, с Battle Fury и с Манта Стайлом. Может и покруче вещи показывать. К середине игры. 12 тысяч уже для него. Сумаил на третьем месте. 10 800. Ну и 10 100 от Сайлента. У Сайлента уже есть Аблимент Став. Тут, в принципе, рецепт на Орке тоже имеется. Осталось еще на один Аблимент Став нафармить. Ну и что, пошел замес. Фира пытаются поймать. У Фира есть Аэго. Поэтому после этого проблема для команды Эмпайр. Если вдруг кружком соберутся. И, например, ППД ультанет в кого-нибудь. Йоку у нас под Шалу Грейвом. Блэк Холл пошел от Тауи. Резолюшена поймали. Соник Вейф от Сумаила. И Резолюшен ПКБ провязал. Разултился в ППД. Тут немножко достало. Вауи вообще не коснулась его. И еще из Шейкера убивает команда ЕГЭ. Сумаил забирает этот фраг. У него уже анстапабл стрик. И минус 2 в этом файте он делает лично. По голде. И в Элджиньюс зарабатывает 1700 по экспириенсу. А 2000 тоже в пользу американского коллектива. Ну и пошли графики вниз. Команда Эмпайр не организовала файт самостоятельно. А вот будучи вовлеченным во вражеский файт. Во вражескую организацию не смогли ничего толком сделать. И что ЕГЭ просто заходят на хэкграунд? Не жирно ли? Для 24 минуты. А с другой стороны почему бы и нет? Все есть у антимага. Фир уже с монтастайлом. У него в Баттлфьюри есть 1790 на руках. Круто конечно, круто. ЕГЭ вроде как-то пассивно играют. И с другой стороны смотришь на их фармы и офигеваешь. От того как много всего ЕГЭ себе могут позволить. 10 тысяч по экспириенсу их преимущество. И 7 тысяч по голде. На 25 минуте достаточно весомо. 2400 на руках у Фира. Наверное будет появляться Владмир. Скорее всего. Сайлент видит Фира. Можно гнать антимага отсюда. Йоку, есть даггер. Лови Фира. Кто-нибудь поймайте Фира. Ну и Фир упрыгивает. Отсюда побежал. 26 минута у нас идет. Команда Эмпайр начинает пушить Т2. Ну и в это время Т2 по нижнему лайну пушит команда ЕГЭ. Аллоха Дэнс прибегает сюда. Ауи без Блэк Холла. Ну и Алоха Дэнсу и так, мне кажется, будет всего предостаточно. Просто через Меллифейс, через все остальное, что есть, в общем-то, у команды ЕГЭ. Развалили очень быстро. Алоха Дэнс, Алоха Пешна, Алоха Флай. Иллюзиями тут пытается Фир его допилить. Что? Что? Хочу посмотреть тебе в глаза, как это было возможно. Иллюзия антиммага добила Фира. Ну и там продолжение от команды ЕГЭ. Сумаил продолжает тут орать на всех и вся. Йоку лоу хпшный. Йоку убивают. Но и Фир перефармили на самом деле. На двадцать седьмой минуте. Тут издевательство уже начинается над командой Эмпайр. Минус три делает Фир в этом файте. По-моему, двоих, если не ошибаюсь, забрал Сумаил. Или одного или двоих. Но это минус пять. Чет становится пять пятнадцать ЕГЭ. Плюсев по голде. Где-то за десятку, наверное, после обновления графиков. И по экспириенсу тоже тысяч пятнадцать. Ну так и есть. Вот пятнадцать тысяч экспай и одиннадцать тысяч золота в пользу команды ЕГЭ. Они спушили Т2 по низу. И внешний тавор у команды Эмпайр остался только на топе. То же самое у ЕГЭ. Странно, вроде. Еще пять минут назад казалось, что Эмпайр сами диктует, где драться, когда драться, во сколько. Ну а здесь вот как дела обстоят. Совсем не в пользу Империи. Алоха Дэнс. Пойнт Бустер уже. У него есть. Ну а зачем Аганим? Тут мне не совсем понятно. Алоха Дэнс и печаль тут полнейшая. Он 0.5 идет. И Аганим вряд ли его спасет. Дальнейших смертей. Как и его, так и всю команду. Сайлент под треком. Просто валить отсюда. Прыгает Сумаил. У Сумаила есть уже хекса. Сайлента под ноль вообще сбривают. Осталось только один удар навести Сайленту. Сайлент улетает на всю ману, которая только была у Сайлента. Улетает. У нас Фира пытаются поймать. Фир разультился в Сайлента. Сумаил уже где-то там Годлайк добил у нас Дазла. Алоха Дэнса пилят. И это мега киллстрик для Фира. Ну и антимаг в принципе перефармлен до жути просто. На 28 минуте практически собрана Тараск уже у Фира. Очень много всего позволили собрать Фиру. Это и правда критично для команды Эмпайр может стать. Ну и начинают пилить тавер по мидлейну. Игрки команды ЕГЭ. Правда тут тавер просто так не дается. Крипов пока не было. У тавера естественно бэкдор протекшн был. Ну и все, крипы зашли. Теперь тавер начинает сыпаться. Сплит пушить некому и нечем. Я смотрю, хотя крипы тут нормально. Побыковали уже. Тараска для Фира. Теперь у него 2400 хп. У него нормальное количество дефа. Когда спадет ульта от Увесу на флая. Посмотрим. Ну и антимаг, в принципе, по своему гпм, по-моему, вообще очень хороший показатель имеет. Фира 630 гпм. Сейчас вот этих малых развалит. Посмотрим сколько. Точно. 640 с копейками. Немало. Для 29 минуты на самом деле очень даже уверенно идет антимаг. У Резолюшина появляется Баттерфляй. Эмпайр не сдаются. Не готовы. Сдаваться еще хотя бы по голде. Проигрывают 16. По экспириенсу 20. Проигрывает Тим Эмпайр. Давайте по артефактам пройдемся. 30 минут как раз сыграем. А Винтерн Виверна с Глимеркейпом. У ППД также есть Солринг. И есть у него Транквил Буцы. У Квапе от Сумаила есть Сайт оф Айс. Есть Аганим. Юл. ПТ. И Боттл тоже для юного дарования. Команды ЕГЭ. Баунти Хантер. Солар Крест есть. Блинк Даггер для Юниверса. И Аркан Буцы тоже. В принципе. Ну все для Тимы. Баунти Хантер. Не зря отстоял сложную. Вроде там сильно к крипам и не подходил. Но по артефактам всего предостаточно. Ну и у Нигмы от Ауи 2000. БКБ есть. Мека есть. Есть Блинк Даггер. И скорее всего Гвардиан Грифс. Это следующий этап Ауи. Ну и антимаг. Фира. Уже 2900 на руках. Только-только. Ты купил Тараску. Оттуда столько всего. Йоку. Эхо Слем. Ух-пешный Юниверс. Ауи 2000. 25 секунд до Блэк Холла. Поэтому драться конечно без этого придется. Команды ЕГЭ. Алоха Дэнс у нас под медаль пульсом. Бегает. КП только половину следует. Резолюшн с хайграунда. Напиливает иллюзиям. Пошла у нас ульта. Антимага в резолюшн. И. А. 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 Чудеса просто здесь творит. Команда Эмпайра в лице четырех героев сливается. Остается в живых только Йоку. У Йоку появляется Юл. И. Тут печальная ситуация для Эмпайр. Как. Где. Что. Что делать. Как отстоять эти линии. Пока непонятно. Мидлейн. Уже без Тавара. Голые бараки стоят. На нижнем лайне с крипами подошедшими тоже упадет скорее всего линия. А. Здесь Рошан появился. Эта история в принципе отвлекает команду. Э. Далджиниус и Сэмпайр могут отреспауниться и подготовиться к пушу. Потому что ЕГЭ по идее сейчас купят. Не купят, а заберут. Рошана. Заберут Аегу. И. Пойдут наверное заканчиваться. Тридцать третья минута. Продолжение. Превосходство команды ЕГЭ. Они 18 тысяч по золоту выигрывают и 23 или 24 по экспириенсу. Но Эмпайр непонятно. Вряд ли есть смысл выходить куда-то и драться на угранде. Лучше подождать уже на заходе на базу. Команду ЕГЭ. И тогда есть варианты самим иметь вижен и организовать драку так как им удобно. У Фира уже готов баттерфляй. Как это делается? Я не понимаю. А ЭГЭ есть. Баттерфляй уже летит. Фир, что ты делаешь? Прекрати. 22 тысячи за 33 минуты. Что-то я недопонимаю на самом деле в Доте видимо. Очень круто фармит Фир. Возрастной вроде бы такой олдскульный игрок. Который вот по идее в современную Доту не должен был вписываться. Ничего подобного. Все у Фира великолепно. 20 тысяч преимущества ЕГЭ. И по экспириенсу 25 с копейками тоже в пользу Evil Geniuses. Ну и как там дела например у Сайлента идут? Тоже интересно было бы посмотреть. Шторм Спирита. Есть Оркит. Есть Бладстоун. С двумя зарядами Сайленту тут очень сильно не повезло. Иллюзия антимага пошли у нас подпушивать. Тауэр иллюзия антимага. Чуть ли не уничтожают вообще Соло Сайлента. Иллюзия антимага могут теперь еще наверное и бараком навалять. Да, стоят пилят. А что делать? Чего б не бить-то? Аквапа разорвалась там на Дазла. 11-0 счет у Сумаила. У Фира 7-1 и команда ЕГ забирает нижний лайм Team Empire. Резолюшн по Фиру. Фир два шага назад, два шага вперед. Оставили перепармленного антимага. И он теперь уже просто не щадит команду Эмпайр. Я думаю, что где-то здесь ГГ неизбежно. Эфир прыгает уже на мидлейн. Барак рейнджевой падает. Милишный тоже упал. Минус две линии от ЕГЭ. Эмпайр ждут Шторм Спирита. Без него файт не начинают. Здесь может игра закончиться еще до того, как Шторм Спирит отреспауниться. Прыгает Фир за Йоку. Фир за Йоку. Он прям просит слить ее. Ауи 2000 готов дать Блэк Холл. Просто собрались все вокруг. Как я понимаю, Блэк Холл пошел от Ауи 2000. Не по кому Сайлент. Разве что поймал Ауи. Хотя бы красиво все это смотрелось. Ауи развалили. Хотя в это время Сумаил. Фира я вижу лупят. Но Фиру пока фиолетово на это абсолютно. Фир идет дальше бить всех, кого видит. Ну и на Сайлента прыжок. Сайлент улетает. Теперь еще и Алоха Дэнсу достается. Фир не жалеет ульту. Гадлайк для него. Уже 10-1 счет. За Асумаилом пытался ворваться у нас с Сайлента. И получилось, что Амспирит забрал у нас в итоге Квапу. И за Квапу поимел 1800 монет. В общей сложности 2300 в этом файте заработал Сайлент. 30000 ЕГ золота и 30000 Экспириенс тоже ЕГ. Ну и надоело. Эмпайр. Это можно в принципе понять. Слеп графики они видели. Наверное и не пробовали бы еще со Сайлентом. Все это дело. Команда ЕГ оказалась сильнее. Фир фармит лучше. Чем можно было этого ожидать. Фир оставили естественно в покое. Дали свободу фарма. Ну а на фрифарме такие ребята как Фир не прощают. 768 ГПМ. Что тут еще обсуждать? Квинов Пейнт 615. Ну и в составе команды Эмпайр Сайлент. Под 500 практически. И Резолюшн на SF и 579. Но все равно это меньше чем у Сумаила. И чем меньше чем у Антимага. Ну и Сумаил на счет. Посмотрите его. 11.1. И у Антимага 10.1. Команда Эмпайр тут Найт Сталкером и Дазлом подфидела очень плотно. 0.5 идет Дазл от Овасу на Флайе. И 0.9 от Алоха Дэнса. Дазлом подфидела очень плотно. Включайтесь. Пократно. Пократно. Продолжение следует...